Внимательно будет в Беларовой территории, потому что у детей каникулы, велосипеды, самокаты. И бывают из-за машин, выбегают мячики, футбол играют. Так что повнимательней, всего доброго. Очередной рейд сотрудников госавтоинспекции в Неплановой. Несколько дней назад на этой в целом не очень загруженной дороге в Дрожжино на пешеходном переходе вблизи дома номер 5 по улице Южной был сбит подросток. Возраст мальчика был 15 лет. Значит, правила он немножко не соблюдал. С тротуара съехал на велосипеде, хотя в правилах дорожного движения написано, переходить только пешком. По сторонам не посмотрел. В результате мы имеем трагедию. Плача, родители, беда. Сейчас перед пешеходным переходом сделана искусственная неровность. Правила предписывают водителям сбавить ход перед пешеходным переходом. Тем более, что здесь обзор и для водителя, и для пешехода ограничен стоящими автомобилями. Для того, чтобы пересечь, необходимо половину полосы пройти и потом посмотреть на левую сторону. Я каждый день хожу... Давайте, кстати, попробуем, прямо выйдем, да? Да, вот, пожалуйста. Вот, чтобы выйти, вот я ее веду. Здесь вот, видите, вот эта вот первая газель, которая стоит, она еще, ну, грубо говоря, у нее кузов маленький. А вот дальше за ней стоит газель, у которой большой длинный кузов. Если та газель, которая стоит дальше, будет стоять поближе сюда, то мы вот будем доходить вот до этой части. Да, вот туда только. И потом выглядывать и смотреть, едет здесь машина или нет. А если она будет ехать на хорошей скорости, как бы, на быстрой, то, может, и не успеет затормозить, и вот произойдет то, что произошло. Но, как указали местные жители сотрудникам госавтоинспекции, не только пешеходный переход является опасным местом. Недалеко, в нескольких метрах от дороги, расположена детская площадка. Играли в футбол, мячик выкатился за пределы детской площадки. И один миг хорошо водитель среагировал, замедлил ход. И мальчик взял мячик и пошел. Ну и мы решили провести небольшой следственный эксперимент. В этом нам помогут маленькие местные жители. Начали! По словам местных жителей, проблема купируется легко. Было бы желание. Мы очень долго уже уговаривали управляющую компанию поставить нам хотя бы хоть какой-нибудь забор. Но, к сожалению, уже больше года нас не слышат. Они сказали, что они могут вообще убрать у нас поле, чтобы детям негде было играть в мяч. Отличный выход, да? Да, замечательный выход. Надеемся, что управляющая компания прислушается к просьбам жителей, не дожидаясь очередной трагедии. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.